Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы вам расскажем в выпуске. Они выполнили свой интернациональный долг до конца. В Махачкале прошла акция, посвященная очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. Подарок к юбилею. 50-летию троллейбусного парка в Махачкале решили создать новое управление. Дорога к жизни. Онкологический форум, приуроченный к Международному дню детей больных раком, прошел в Махачкале. Возвращение домой после успешной победы. Как в аэропорту встретили Ислама Махачева, расскажем в выпуске. С выше 3000 дагестанцев выполняли боевые задачи в республике Афганистан. 141 человек при этом погибли. 15 февраля отмечается очередная годовщина вывода советских войск. Акция, приуроченная к этой дате, прошла в парке воинов-интернационалистов Махачкалы. Подробности в сюжете наших корреспондентов. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск пересекла границу с Афганистаном, направляясь домой. С той памятной даты прошло уже 34 года, а участники тех событий каждый год вспоминают боевых товарищей. У мемориала погибшим воинам собрались ветераны боевых действий, представители власти и общественных организаций. Войны-интернационалисты являются примерами для подрастающего поколения, воспитания их. И очень многое делают воины-интернационалисты в общественной деятельности. Им большое за это спасибо. Нажмудин Акаев служил в Афганистане в далеком 1985 году. События в провинции Паншир вспоминает и по сей день. Рад бы забыть, до сны все о тех же погибших товарищах снятся, говорит ветеран. Я все время вспоминаю, вот вижу его во сне, рядового солдата, который мне говорит, товарищ капитан, если что вы меня не бросайте, у меня с вами четвертая резонотруцательная группа крови. Ему через две минуты оторвало обе ноги, и он на рассвете умирал. У меня в разгрузке было приспособление для переливания крови, и нету человека, который может это вести иглой. Мне пришлось самому свою кровь переливать этому умирающему солдату. Как ни странно, испытания для многих афганцев не закончились и в мирное время. Не каждый смог приспособиться к жизни, да и отношение к участникам тех событий в республике поменялось не сразу, делится Нажмудин. Им адаптироваться к мирной жизни очень сложно. У них обостренное чувство несправедливости, несправедливость устройства жизни, несправедливости того, что он там воевал ради чего-то, а те, которые были здесь, когда он вернулся, об него начали ноги вытирать. Обещано было много, а не сделали ничего. За 10 лет войны у нас погибло 141 человек. А за следующие 10 лет от вот этих всех неурядиц 500 человек умерло. Есть ли разница? Проблемы ветеранов афганских событий будут решаться. Без внимания власть не оставит никого. Тем более, с началом СВО задача стоит поддерживать всех участников боевых действий. И тогда и сейчас дагестанцы отличились на полях сражений, и внимание к этому будет всегда, отметил в своем выступлении вице-премьер Махмудов. В прошлом году, в позапрошлом году выделялись по 250 семей были обеспечены. В ближайшее время планируется строительство реабилитационного центра специально для воинов-интернационалистов, для участников СВО. Поэтому меры, которые принимает правительство, действительно их очень много, может быть, не до всех доходит. Я полагаю, что мы все вместе сильны, давайте держаться друг за друга, и все наши проблемы будем решать вместе. В завершении мероприятия собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ Махачкала. Покупка новых автобусов для маршрута из Махачкалы в Касписк обойдется в 280 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Для автомаршрута закупят 30 новых автобусов среднего класса, которые будут обслуживаться на газомоторном топливе и полностью адаптированы под перевозку инвалидов и других маломобильных групп населения. Отметим, что средства на закупку городского транспорта выделят из бюджета Дагестана. Ну а новые автобусы, по всей видимости, будут при новом автобусно-троллейбусном управлении, которое создадут в Махачкале. Преобразования совпали с круглой датой – 50-летием со дня создания троллейбусного управления города. Торжественное мероприятие посетил исполняющий обязанности мэра Резван Газимагомедов. В своем выступлении он пообещал пополнить автопарк транспортного предприятия на 70 больших автобусах. Газимагомедов также обещал коллективу парка, что в скором времени их заработная плата будет субсидирована государством. Мы потихоньку переходим к новым системам транспортным, хотя троллейбус, как говорится, самый экологический вид транспорта. Я думаю, весь трудовой коллектив будет работать, и мы будем модернизировать это предприятие. Учитывая, что троллейбусы еще в ближайшие лет 10 будут у нас работать, мы так думаем, пока полностью 100% износ не будет. Это договоренность с главой республики есть, что пока то, что ездит, будем ездить, а будем переходить на другую систему транспортного обслуживания общественности. Общественный транспорт будет именно большегрузные автобусы и троллейбусы. Конечно, хочу выразить огромную благодарность коллективу трудовому, который все это время, несмотря на очень сложные периоды, Я знаю, что из тех годов двухтысячного начала, когда у вас всегда были проблемы, вы всегда выполняли социальную задачу. Самые низкие тарифы – это у вас. Самые социально защищенные слои населения ездят на вашем транспорте, и ваш тариф минимум в два раза занижен. Тагестанские теплицы проверят на незаконное подключение к газу. По информации Минэнерго региона, эта проблема по-прежнему остается актуальной для республики. На территории некоторых муниципалитетов потери газа доходят до 60%, а в Карбудахкенском и Каякенском районах уровень потерь составил порядка 70%. Дорога к жизни. Онкологический форум под таким названием прошел в Махачкале с участием врачей из Дагестана и других регионов России. А поводом стал Международный день детей больных раком, который во всем мире отмечается 15 февраля. Об этом Хамзанур Магомедов. В среднем в России от рака умирает около 300 тысяч человек, в том числе и дети. Главная проблема – потеря времени при выявлении заболевания. Об этом и многом другом говорили специалисты на Всероссийском форуме в Махачкале. Большее количество людей будет узнавать о данной проблеме и будут проявлять настороженность при проведении обследований, при наблюдении, диспансерном наблюдении этих детей. Вот, допустим, в Республике Дагестан более 800 детей в настоящее время находятся на диспансерном учете у медицинских работников в наших поликлиниках. И ежегодно около 100 новых случаев мы регистрируем. Поэтому нас это очень сильно обеспокоит, рост онкологической заболеваемости. И не только бьют тревогу специалисты Республики Дагестан, а также и Российской Федерации, и всего мира. Если лет 20 назад среди детей единичные случаи бывали, то сейчас уже на тысячу получается около 1-2 ребенка на 10 тысяч детского населения регистрируется ежегодно. Онкологический форум собрал десятки врачей. В Дагестан пригласили специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо научных выступлений, докторы из федеральных центров намерены провести бесплатный прием местных жителей в третьей городской больнице Махачкала. Я хочу сказать, что мы уже два дня провели прием в городах Дагестана. Это Дербенти, Шамилькале, Хасаюрти. Более 240 пациентов прошли этот прием. Уже есть результаты, выявлены проблемы по этой части болезни. И завтра у нас планируется по Махачкале прием. Это будут проводить специалисты из Москвы, наши гости. Ожидается порядка 200 человек, которые пройдут это обследование. Московские больницы работают по программе «Москва – столица здоровья». И это во многом может облегчить на первых порах помощь дагестанским жителям, если они в полном объеме не смогут получить ее на месте. Но, конечно, в идеале, и мы будем к этому стремиться, чтобы переместить все технологии, которые мы имеем в Москве, сюда научить ваших докторов и сотрудничать уже удаленно. Организатором форума выступил фонд «Инсан» при поддержке Министерства Республики. Цель мероприятия – выявление рака на ранней стадии заболевания и повышение компетенции онкологов региона. Ислам Махачев вернулся домой после успешной защиты титула. На минувших выходных с судейским решением наш боец одолел австралийца Александра Балкановски. На родине радость победы со спортсменом разделили его самые преданные болельщики. В аэропорту собрались близкие родственники и друзья, а также наши корреспонденты. Курбан Рагимов продолжит. Почти месяц без тренировок в Австралии, тяжелый поединок и около 15 часов полета в обратной дороге. Ислам Махачев вернулся домой. Десять минут чемпион UFC отвечал на самые разные вопросы. Ему не дали первое место в рейтинге лучших бойцов лиги и даже обвиняют в нелегальном использовании капельницы. Я никогда не ждал справедливости. Я до сих пор не жду, потому что мы на примере других наших бойцов. Иван Калаева, Петр и Иоанна видели отношения к нам всегда. Так что главное, я поехал в 13 тысяч километров, победил их нового чемпиона. Мне подняли руку и с поднятой головой, уверенный, с поясом приехал домой. У САДА и меня до боя, после боя четыре раза проверяли. Кто-то выставлял там фотографию, что у меня была две на синяке. Но в Австралии у них своя комиссия была, которая брала кровь в неделю боя. Это было в среду. Это просто кто-то из бойцов раздувал эту тему воздушно. А со стороны UFC или УСАДА никаких вообще ничего не было. Бой против Александра Волкановский пока самый сложный в карьере 31-летнего Ислама Махачева. Он полетел на родину местной звезды. Вся 15-тысячная арена была на стороне хозяина октагона. В команде дагестанского бойца к этому готовились. Однако были и другие трудности перед боем. Вместо стандартных 36 часов на восстановление после взвешивания были только сутки. Мне кажется, что чуть-чуть восстановление не так пошло у нас. Из-за времени, из-за того, что перелет 13 тысяч километров – это вообще другой континент, океания. Мы не то, что неправильно, мы не восстановились просто и все. Я знаю Ислама, который… Это, наверное, половина его была. Сила, которая чувствуется, которая до того, когда раньше он был, это пролив силы. А здесь просто его не было. Он был, самое главное, ментально готов. Он не восстановился, потому что обычно у него были две сутки на восстановление. В этот раз ему сказали, что утром взвесился, и утром уже взяли его на арену, забрали. Так пришлось ему подраться. Он не знал, наверное, что так будет. Обычно два дня всегда давали им почти на восстановление, тем более чемпионские бои. Я думаю, если бы в углу был Хабиб и пару подсказок дал бы, как все бои, я думаю, они намного лучше прошли. Просто когда он там находится, он так не замечает. А со стороны, когда видит, кто это все прошел, он еще лучше подсказал бы. Ну, как бы пару мелочей, и все мог вообще по-другому измениться. На улице лучшего легковеса планеты ждали около сотни болельщиков. Это одноклубники, соседи, сельчане и просто любители спорта. Поддержку из родного Дагестана Махачев чувствовал за тысячи километров. Рад, что смог приехать обратно с поясом, обратно всех порадовать. Дальше тоже будем еще больше тренироваться, чтобы увереннее выигрывать, чтобы ни у кого сомнений не было. И также с поясом пришла домой возвращаться. Слава Чемпион! Курман Агимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!